This conference will now be recorded. Имена и фамилии, с кем-то я виделся очно, с кем-то удаленно, тем не менее, я думаю, наверняка есть люди, которые меня не знают, и вкратце о себе расскажу. Зовут меня Монах Павел Сергеевич, можно просто Павел. Я являюсь преподавателем Центра Специалистов. В основном я веду здесь курсы, посвященные сетям и даже конкретно оборудованию компании Cisco Systems. Имею ряд инструкторских сертификаций, CCSI, CCAI и ряд промышленных сертификаций, часть из которых вы видите на экране, такие как CCNA, CCNA Security, CCMP Enterprise и некоторые другие. Я не стал расписывать все сертификации, их довольно много. Если вам очень интересно, то вы всегда можете зайти на мой сайт monahfps.ru. Я очень старался, когда писал его в блокноте. Я очень рад, что он у меня есть. И если что, там есть и контакты, которые вы всегда можете воспользоваться для связи со мной. Помимо сетей и оборудования компании Cisco Systems, также занимаюсь открытым программным обеспечением и имею ряд статусов по операционной системе Linux. Я являюсь преподавателем Центра Специалист. И логично, если я немножко расскажу о Центре. Центр Специалист – это крупнейший образовательный центр подобного типа в России и Восточной Европе. Мы существуем уже 29 лет. В этом году будет 30, такой юбилей. И 10 лет, как я здесь работаю. За это время мы выпустили больше миллиона выпускников. У нас огромный ассортимент курсов, более тысячи. Примерно 250 преподавателей и экспертов, среди которых и я. Я думаю, в целом информацию об учебном центре мы еще затронем по ходу презентации. Но забегая вперед скажу, Центр Специалист – это авторизованное образовательное учреждение. Мы не только даем вам знания и навыки, мы еще и имеем возможность после успешного завершения курса выдавать вам такие документы, как удостоверение о повышении квалификации или, если вы проходите большие комплексные программы, даже дипломы о профессиональной переподготовке. Вы получаете возможность не только получить у нас знания, навыки, пообщаться с прекрасными экспертами вроде меня, но и еще потом перед работодателем как-то документально это подтвердить. Для нашей страны, я считаю, немало важно. Часть наших, так скажем, гарантий или плюсов вы видите на экране. Это и гарантия качества, и гарантия расписания занятий. Я думаю, об этом в конце чуть подробнее расскажет менеджер, который присоединится к нам. А теперь я могу перейти к теме семинара непосредственно. Сегодня мы поговорим с вами о поиске исправлений неисправностей. То, что на английском языке называется trouble shooting, отстрел проблем. И понятное дело, что поиск и исправлений неисправностей это неотъемлемая часть любой работы. Так как мы с вами говорим о поиске исправлений неисправностей в сетях, конечно, они возникают. Нету ничего совершенного. Каналы связи порой выходят из строя, оборудование выходит из строя, протоколы не совсем корректно отрабатывают. И технический сотрудник, конечно, должен быть готов к тому, чтобы исправлять проблему. И надо признать, это не очень легкое занятие. Тот, кто занимается поиском и исправлением неисправностей, на мой взгляд, человек довольно творческий. Потому что проблем по ходу деятельности может возникать огромное количество, и далеко не все из них тривиальные. И не все можно решить по инструкции, далеко не все. И во многом, конечно же, правильность и скорость этого процесса зависят от опыта и набора теоретических знаний, которые у человека есть, и опыта. И чем больше знаний, чем больше опыта, и чем даже, я бы сказал, больше опыта работы в конкретной организации, тем быстрее сотрудник может проблемы решать. И, как мы видим, частые проблемы в работе сети – это недоступность какого-нибудь сайта, что порой может привести к не очень приятным последствиям, кого-то может очень-очень сильно разозлить. Нету единых рецептов поиска исправлений неисправности. Сети индивидуальные, предприятия индивидуальные, сервисы, которые у вас развернуты индивидуально. Поэтому то, что я буду приводить в пример, и то, с чем мы с вами столкнемся в демонстрации, это не какой-то стандарт. Это один из вариантов того, как можно идти. Это не значит, что мой вариант будет единственно правильным, и что нету, например, какого-то более эффективного пути. Повторюсь, это во многом процесс творческий. Однако, как и в любом творческом процессе, надо, тем не менее, придерживаться какого-то базового плана. Потому что процесс творческий может растянуться на часы, дни, и можно тыкаться туда, сюда, и неэффективно решать проблему. Лучше, если мы будем придерживаться хоть какого-то базового плана, и это сделает процесс поиска и исправления неисправности, особенно какой-то сложной проблемы, более приятным и более быстрым. В любом случае, компания Cisco Systems делит процесс поиска и исправления неисправностей на несколько этапов. И эти этапы вы видите на экране. Все начинается с этапа обозначения проблемы. По-английски define problem. Как вы вообще определяете существование проблемы? Возможно, несколько вариантов. Либо вас оповещает система мониторинга, либо вам поступает какая-то заявка от пользователя. Если вас оповещает система мониторинга, то здесь более-менее все понятно, потому что система мониторинга обычно скажет, что упал такой-то интерфейс, или что недоступен такой-то узел, и более-менее смысл происходящего становится быстро понятен. Если же к вам обращается пользователь, то пользователь, конечно же, не может доподлинно рассказать, что не так. Он может обратиться к проблеме по ее симптомам. И это совершенно нормально. И порой пользователи не очень вообще понимают, что вам рассказать, потому что не обладают должными техническими знаниями. Это совершенно нормально. И хотя мы, крутые технические специалисты, злимся на них за это, за то, что о, какие они глупые, о, они ничего не понимают, что же они так себя ведут, ну, на самом деле, это же не их проблема. Это очевидно. Я часто привожу такой пример. Когда вы приходите ко врачу и у вас что-то болит, вы, конечно, врачу можете только сказать, вот у меня болит правый бок. Но вы же не врач, чтобы пытаться понять, что и почему. Действительно, надо знать, что внутри. Надо знать, почему оно может болеть. Действительно, а откуда у вас медицинское образование, чтобы как-то подумать, ну, как-то подумать о том, в чем конкретно проблема. Это задача врача. И врач будет обращаться к вам с дополнительными вопросами, чтобы пытаться получить больше информации о вашей проблеме. Таким образом, приблизиться к решению. Так и вы. Если вы работаете с пользователями, очевидно, что надо из пользователя вытянуть как можно больше. Пусть пользователь не говорит, что не работает все. Надо вытянуть из него основное. Что ему не нравится. Что работает не так. Как оно должно работать. И в итоге, например, мы выясняем, что не работает какой-то сайт. Недоступен какой-то сайт, который необходим пользователю для работы. Вот это уже гораздо лучше, чем просто не работает все. После того, как мы обозначили проблему, ее хорошо проверить. А вдруг это было какое-то временное помутнение. Мало ли, на всякий случай не помешает проверить. Если вы действительно со стороны пользователя проверили и проблема видна, вы переходите к этапу сбора информации. Возможно, это задание дополнительных вопросов. Когда последний раз было успешно. и успешно ли у коллег, которые рядом, собрать информацию с помощью системы мониторинга, уточнить информацию, когда это могло начаться и так далее. Вы собираете информацию и собранную информацию анализируете. Если вам показалось, что из анализа стало ясно, в чем причина проблемы, вы пытаетесь ее устранить. И вообще хорошо бы по ходу документировать, что вы делаете. То есть вы собрали информацию, где-то ее сохранили. И, соответственно, прежде чем вы начнете приступать к переконфигурации устройств, хорошо бы где-то себе пометить, что конкретно вы делаете. Чтобы в случае, так скажем, не очень удачного, не очень удачной конфигурации откатиться обратно. Ведь велик шанс, что та проблема, которую вы нашли, причина проблемы, это не настоящая причина. И вы выправите совершенно не то, и, может быть, даже сделаете еще хуже. Поэтому, на всякий случай, зафиксируйте, что вы хотите сделать. После этого попытайтесь переконфигурировать устройство и проверить, ушла проблема или нет. Если проблема не ушла, вы возвращаетесь обратно на этап сбора информации, начинаете копаться глубже, снова информацию анализируете, пытаетесь снова устранить причину. И так много раз. В зависимости от степени тяжести проблемы. Порой проблему нельзя решить. И пока вы ищете полноценное решение, можно выдвинуть какой-то обходной маневр, так скажем, workaround, чтобы пользователи могли хоть как-то продолжить свою работу, а вы тем временем сможете продолжить поиск исправления неисправности. Далеко не все проблемы можно решить за счет переконфигурации. Это могут быть довольно сложные проблемы, которые требуют вмешательства третьих сторон, производителей устройств, производителей программного обеспечения. Допустим, что вы проблему решили, вы устранили, а теперь стоит задуматься, а почему проблема, собственно, возникла? Ведь проблема не появляется сама по себе. На все есть какая-то причина. Ну, не работал сайт. Хорошо. Не работал сайт – это симптом. Вы выяснили, что сайт на самом-то деле работал просто по какой-то причине. Маршрут до сети с серверами ушел из таблицы маршрутов. Например, этот маршрут приходил с помощью протокола в динамической маршрутизации. И, собственно, встает вопрос, а почему этот маршрут оттуда ушел? Он же не сам по себе ушел. Кто-то ему помог или что-то ему помогло уйти. Вы выдвигаете гипотезу, что могло стать корнем проблемы. Тестируете ее. Возможно, выдвинутая вами гипотеза не окажется корректной. Вы снова перемещаетесь на этап выдвижения гипотезы и так несколько раз. Иногда невозможно до конца понять, что конкретно стало корнем проблемы. И порой нужно отложить поиск корней проблемы. Достаточно будет остановиться на устранении проблемы самой и двинуться дальше. По результату, если вам кажется, что вы проблему устранили, необходимо обязательно проверить как самому, так и если к вам обращался пользователь, к пользователю, чтобы он проверил, удостоверился, как и что. и обязательно надо решение задокументировать. Вы обязательно в процессе пишете, что вы переконфигурировали, почему, как вы к этому пришли. И если такая проблема будет частой, то решение этой проблемы можно будет занести в Вики или в какой-то список частых проблем для того, чтобы помочь сотрудникам начального уровня быстрее подобные проблемы решать. Не надо просто вводить какие-то команды и бежать дальше. Это не совсем правильный технический подход. Всегда надо заниматься документацией того, что происходит. И в дальнейшем, конечно, вам и вашей организации будет проще. Да, кажется, что документация отнимает время, это факт, но работа с документацией это, конечно, всегда очень важная работа любого технического специалиста. Как вы помните, сети строятся на основе эталонных моделей. Мы берем часто за основу модель ОСАЙ, которая состоит из семи уровней. И что, если вам не до конца понятно, что за проблема перед вами? Не очень понятно, с какой стороны к ней подступиться. Вы никогда с ней не сталкивались? И где начать-то? Возможно, несколько вариантов. Зная, что все в сетях устроено иерархически, вы можете подойти точно так же иерархически. Существует три основных метода движения по эталонной модели. Метод топ-даун сверху вниз. пользователь обращается к вам и заявляет, что он не может получить доступ к определенному сайту. Вы начинаете диагностировать с верхних уровней модели ОСА и с уровня приложений. Каких вещей это касается? Вы пробуете проверить это в альтернативном браузере. Вы пробуете проверить работоспособность сайта с соседних устройств. Вы пробуете выполнить сброс браузера, очистку куки, временных файлов, сброса настроек. Если эти настройки помогают в решении проблемы, сайт открывается в альтернативном браузере, то вы делаете вывод, что проблема где-то на уровне приложений и начинаете выискивать те настройки, которые могли стать причиной неполадки в предыдущем браузере. Если же ни в одном браузере сайт не открывается, то вы делаете вывод, что проблема может быть где-то ниже. И с уровня приложения опускаетесь вниз. Итак, идете вниз до тех пор, пока проблему не решите. Вариант наоборот. Вариант bottom up внизу вверх. Та же самая проблема не открывается сайт, но тут вы решаете пойти не сверху, а снизу и начинаете задавать вопросы касающиеся физического уровня. Посмотрите, не отошел ли кабель, не горит ли у вас где-то рядом с часиками информация о том, что сетевой кабель не подключен и так далее. если кабель подключен, линк горит, вы переходите на уровень выше, на канальный, проверяете работоспособность сетевой карты и так далее, и движетесь вверх. Варианты, что top down, что bottom up могут быть довольно длительными, тем более, если вы выбрали неправильное направление. Например, вы пойдете по методу top down сверху вниз, а проблема окажется в отошедшем кабеле. Слишком много придется пройти, прежде чем вы дойдете до кабеля. И наоборот, если проблема не в кабеле, а проблема именно в браузере, в обновлении браузера, то опять же вы проделаете очень длинный путь. часто начинают с середины метод divide and conquer. Начинают диагностику с уровня сетевого. И многие системные администраторы, сетевые инженеры начинают движение по методу divide and conquer, даже не подозревая, что это какой-то особый метод. Очень часто, скорее даже по опыту других коллег, если вам говорят, что какой-то сайт недоступен, вы банально пробуете проверить с ним связь командой ping, таким образом проверяете связь на уровне 3. И уже от результатов команды ping идете либо выше, либо ниже. Какие еще существуют варианты поиска исправления неисправности? Вариант perform comparison проведения сравнения. К вам обращаются пользователи с какой-то проблемой, и вы знаете, что, например, накануне с оборудованием могли производить технические работы. Есть шанс, что во время технических работ что-то пошло не так, и вы, например, смотрите предыдущую конфигурацию и текущую конфигурацию и пытаетесь найти, что поменялось и как помененные вещи могли сказаться, могли ли они создать вашу проблему. Для выполнения этого метода крайне важно иметь документацию, иметь резервные копии конфигурации. В хорошо отлаженной организации после того, как выполняются любые изменения, происходит документирование, а старая информация на время сохраняется, чтобы в дальнейшем вы могли к ней обратиться. Пятый метод Follow the path. Следуй по пути. Довольно длинный вариант, но если до конца непонятно, что к чему, вы начинаете идти по пути движения трафика. Вы проверяете информацию настройки на устройстве, от устройства к коммутатору, от коммутатора к другому коммутатору, от коммутатора к маршрутизатору, от маршрутизатора к провайдеру. Итак, проверяете связь на пути движения трафика. Да, это может быть крайне-крайне долго и трудно, но иногда другого варианта нет. Шестой метод поиска исправления неисправностей. Swap Components. Замена компонентов. Это банально замена кабелей, розеток, портов, оборудования. Всегда есть шанс, что оборудование или кабели выйдут из строя и хорошо бы взять гарантированно рабочий элемент и попробовать с ним. вариант не совсем структурированного подхода к поиску исправления неисправностей. Седьмой заключительный shoot from the hip. Выстрел с бедра. И вот здесь этот прекраснейший ковбой как раз нам и показывает что к чему. Или еще этот метод называется educated guess. Так скажем, угадывание. если вы очень долго работаете в какой-то организации, то вы конечно в памяти держите наиболее частые ситуации, что может происходить. И когда возникает проблема, вы складываете в голове 2 плюс 2 и для человека со стороны кажется, что вы говорите вещь просто с потолка и при этом угадывает. Но нет. Вы угадываете по одной причине, потому что вы довольно продолжительное время здесь работаете, поэтому у вас есть статистика наиболее частых проблем. Вам конечно может и не повезти, и ваш выстрел с бедра будет не совсем точным, но попробовать стоит. Если вы очень опытный человек, то тем чаще вы будете именно стрелять от бедра. Чем менее вы опытный человек или чем меньше вы работаете в конкретной организации, тем лучше от этого метода отказываться. И не гадать, а подойти более-менее структурировал. А теперь давайте немножко посмотрим на демонстрацию. Я не стал готовить уж очень большую топологию, не собирать ее на реальном оборудовании, потому что это заняло бы довольно много времени и ресурсов. Поэтому я подготовил не очень большую топологию в программе Cisco Packet Tracer. Я рассчитываю, что те, кто присутствует на семинаре, более-менее с сетями знакомы и более-менее знакомы с оборудованием компании Cisco Systems. И мы сможем провести базовый поиск исправления неисправностей, воспользовавшись одним из методов, как нам покажется. Примерную топологию вы видите на слайде. Что вы здесь видите? Есть сеть организации, состоящая из трех филиалов. В каждом филиале есть своя собственная локальная сеть. Филиалы соединены между собой средствами операторов связи. каналами типа точка-точка и один-единственный третий филиал имеет выход в сеть интернет. Что произошло? Существовали два филиала вот этот и вот этот и буквально на днях ввели в строй филиал первый. Однако в филиале первом наблюдаются проблемы и работает далеко не все. И мы узнаем от пользователя, который находится за ПК-1 о том, что он не может подключиться к внешнему сайту по его доменному имени, который ему крайне-крайне необходим, пользователю необходим для работы. У вас есть подозрение, что во время настройки конечно что-то могло пойти не так, но так как план пусконаладки довольно объемной, вы решаете попробовать решить конкретно проблему этого пользователя, пока нету жалоб от всех остальных. Если жалобы будут капитальные, то логичнее было бы сразу пробежаться по всему плану пуска наладки и посмотреть, что могло быть не так. Одну секунду. Вот она наша топология, выполненная в программе Cisco Packet Tracer. К вам обращается пользователь за ПК-1 и говорит, что он не может подключиться к некому сайту www.domen.com. Помним первый этап поиска исправления неисправности, обозначить проблему. Пользователь говорит, не могу получить доступ к сайту. Логично, что хорошо бы это проверить. зайду-ка я на PC1 и попробую перейти на этот самый www.domen.com. Получаю вот такой вот результат. хорошо бы задать наводящие вопросы, есть ли другие коллеги, получается ли у других коллег зайти. Но, к сожалению, кроме этого пользователя пока никого в филиале другого нет. И вам нужно разобраться конкретно с этим человеком. Что мы видим? Мы видим то, что сайт действительно не открывается, мы видим сообщение о том, что имя не может быть разрешено и о чем это нам говорит, какую сторону по-вашему нам надо копать, нам надо перейти к этапу сбора информации, какую сторону нам нужно смотреть, исходя из этой проблемы. Ну да, логично, что надо смотреть в сторону DNS. Ага, кто-то говорит пинг, кто-то говорит DNS. Ну вот откуда пойти? Смотрите, если я последую совету Романа проверка DNS, то я воспользуюсь получается методом топ даун. Я пойду сверху вниз. Я проверю функционирует ли DNS сервер. правильный ли он указан в настройках. Я могу пойти методом написанным Екатериной, попробовать выполнить проверку связи командой ping, и тогда получается я начну с метода divide nconcur. Я думаю разумно, на мой взгляд, я повторюсь, это не единственный правильный вариант, если я вижу, что ошибка, в ошибке фигурирует именно DNS, начать именно с DNS. Каким образом я проверить со своего ПК-доступность сайта? Вполне возможно, но я нахожусь в другом филиале, и мой показатель может никак не отозваться, раз уж мы все равно подключились к пользователю, и мы решили, что проблема пока в DNS, давайте попробуем проверить DNS. Для того, чтобы проверить DNS в операционной системе Windows, я могу воспользоваться чем? NS lookup, да, спасибо Михаилу за подсказку, NS lookup, он совершенно верно. меня интересует NS lookup, я пробую задать вопрос www.domen.com и пока здесь что-то ползет, я обращаю внимание на адрес сервера, который написан C255, и конечно мне, как бывалому трэблшутеру, это бросается в глаза, я понимаю, что здесь не указан адрес конкретного DNS сервера, а как раз-таки скорее всего адрес где-то в настройках некорректный. Ладно, пользуясь советом людей из чата, я понимаю, что проблема с DNS скорее всего вызвана тем, что у нас не записан корректный DNS сервер, я захочу проверить базовые настройки устройства с помощью команды ipconfig и даже лучше ipconfig с параметром all. Вылистав вывод, я замечаю, что адреса DNS серверов у меня, к сожалению, здесь никак не обозначены. Вполне возможно, что при пуске наладки что-то пошло не так. Я сверяюсь с документацией и по документации узнаю, что адреса филиале должны быть, настройки филиале должны быть вручную добавлены. Здесь нету DHCP серверов. проверяю настройки устройства и действительно замечаю, что здесь адреса DNS сервера и в помине нет. Сверевшись с документацией, я узнаю, что корректный адрес DNS сервера должен быть в следующем 10 1 3 21 Настройки применились и пробую пробую выполнить проверку с помощью DNS сервера еще раз. www.domen.com Увы, связи как не было, так и нет. Несмотря на то, что адрес сервера вбит корректно, мои предположения следующие, что возможно банально DNS сервер в принципе не функционирует или, например, он недоступен как пойти. Тут развилка. Если у вас есть доступ к DNS серверу, если у вас есть доступ к ПК, на которых этот DNS сервер прописан в качестве основного, можно выполнить проверку там. Если подобного под рукой нет, можно воспользоваться универсальной командой ping и банально проверить связь на третьем уровне до нашего DNS сервера. 10 1 3 21 Увы, и тут тоже ничего. Что делаем дальше? Какие ваши предположения? Мы подумали, что проблема с DNS. Оказалось, что у нас не вбит DNS сервер. Мы вбили DNS сервер, но тем не менее DNS сервер все равно недоступен. Поставить другой DNS. Вариант, но у нас другого DNS под рукой нет. У нас он один-единственный. Нет маршрута. А где и куда нет маршрута? Маршрутизатор проверим. Ага, выполнить трассировку DNS сервера. Ага, шлюз проверить. Ну смотрите, я думаю, командой трейсер мы в принципе сразу сделаем несколько вещей и проверим доступность DNS сервера, если он есть, если он готов отвечать. Либо увидим затык по пути движения и заодно если у нас есть шлюз, то мы соответственно увидим ответ от него. команда трейсер в этом плане нам довольно хороший помощник. И вот так. Звездочки, звездочки, звездочки. мы не доходим даже до до... Ну во всяком случае мы даже не получаем ответа от шлюза по умолчанию. шлюз. Я думаю, ждать бессмысленно и надо трейсер прервать. Шлюз может и не отвечать. Хорошее замечание, но это наш шлюз и мы знаем, что он должен отвечать. Это внутренний маршрутизатор, на нем никакой блокировки нету. Ну хорошо, давайте на всякий случай, пусть он может и не отвечать с помощью TTL так сидит, тем не менее мы можем проверить собственно связь до шлюза банально командой ping. Уж ICMP echo ответ точно на нем не заблокирован. Ну как видим, и он тоже нам не доступен. рано я думаю пока переходить на маршрутизатор, чтобы выводить на нем какую-то таблицу маршрутов. Мы копаемся пока на ПК и я думаю логично, если мы уж начали проверять настройки DNS и они оказались не совсем корректными, сверить остальные настройки. И мы уже пользовались командой ipconfig с параметром all. давайте посмотрим, что здесь есть. Нас интересует конечно ip-адрес, маска и шлюз по умолчанию. Сверив эту информацию с документацией очень-очень внимательно давайте-ка я параллельно попробую вывести кусок документации на экран. мы видим диаграмму сети вот она мы видим информацию о филе и мы видим информацию которая вбита на ПК. Что замечаем? IP неверный и шлюз неправильный явно тот человек который проводил настройку поспешил и опечатался это очень частая на самом деле проблема особенно это касается сложных адресов давайте попробуем заменить настройки хорошо бы где-то все это документировать параллельно в файлике вводить информацию что вы на ПК меняете настройки давайте изменим эту информацию мы заметили что проблема во втором октете и проблема вот здесь вот в плюзе возвращаемся проверки мы последнее что попробовали сделать это связаться с DNS сервером командой Tracer судя по всему после исправления IP адресации мы достигаем слюза с адресом 10.1.1.1 а дальше пошел затык на всякий случай подождем возможно есть пропадающие пакеты мало ли ну нет везде были отрисованы звездочки и мы делаем отсюда вывод какой то вполне возможно проблема дальше раз мы доходим до маршутизации проблема дальше на самом маршутизаторе ведь его тоже недавно вводили в строй прерву команду ping и обращусь к маршутизатору а что здесь уже мне здесь смотреть ваше предположение предположение где на схеме dns давайте покажу смотрите dns вот он сервер 1 он находится в третьем филиале он спрятан за маршутизатором r3 вот она сеть 10 130 мы прыгаем на r1 и как видим здесь есть несколько пути так я шоу-ран подсказка от александра шоу-ран это конечно здорово только если шоу-ран большой очень трудно будет что-то найти я вижу варианты шоу-айпи роут вижу варианты шоу-айпи интерфейс шоу-айпи интерфейс бриф а почему бы раз уж мы не начали проверять связь на уровне 3 сразу бы не попробовать с r1 связаться с dns сервером как вариант зачем нам сразу начинать сверять настройки если мы можем проверить существование проблем к примеру давайте попробуем связаться с dns сервером и вуаля что вижу как мы это с вами оценим в командной строке циск и ос если мы видим восклицательные знаки это значит что нам приходит ответ и ответ приходит за допустимое время отсюда мы делаем вывод что с r1 dns сервер доступен он доступен с маршрутизатора он недоступен с внутреннего пк варианты и игр советует прописать маршрут давайте игр подумаем наверное предполагается что в организации уже есть какая-то схема схема по маршрутизации и хорошо бы свериться с документацией и понять каким образом здесь осуществлены маршруты если вы не знаете бежать внедрять статику если у вас допустим есть динамика не очень хорошо это будет какой-то костыль смотреть таблицу маршрутов на r1 я думаю глупо мы же в любом случае попадаем в третью сеть попадаем логичнее будет действовать как смотрите есть если с самого r1 мы сюда попадаем встает вопрос чем пользуется с какого ip-адреса r1 отправляет информацию в качестве адреса отправителя r1 наверняка выбирает то что ближе всего к получателю согласно своей таблице маршрутов это вероятно либо адрес из сети 10.1.12 либо 10.1.13 мы же когда идем с ПК идем из сети 10.1.1.0 и логично на маршрутизаторе r3 проверить существование именно этой сети в таблице маршрутов прежде чем мы прыгнем на r3 прошу бы знать как здесь вообще устроена маршрутизация здесь не статика здесь работает протокол динамической маршрутизации OSPF будем прыгать или будем проверять я думаю логично сначала проверить а потом уже прыгать дальше каким образом мы можем с вами базово проверить настройки протокола OSPF версии 2 варианты давайте подскажу значит шоу OSPF можно есть более правда приятный вариант шоу IP протокол команда шоу IP протокол покажет базовую информацию обо всех протоколах динамической маршрутизации которые существуют на устройстве мы видим что здесь настроен протокол динамической маршрутизации OSPF номер процесса 1 мы видим условия записанные командой network пассивные интерфейсы и так далее что тем кто работает с протоколом OSPF кажется здесь немножко не тем или отсутствующим напомню что наш ПК находится в сети 10 1 1 0 по маске 24 не хватает сети да ну как не хватает она может быть и есть но мы о ней возможно не рассказываем я не вижу условия заданные командой network связанные сетью 10 1 1 0 по маске 24 и вообще здесь очень странно как-то задаются сети через адрес 1 с маской шаблонной маской все нули по адресу конкретного интерфейса давайте проверим что вообще там внутри конфигурации и будь у меня реальное оборудование я бы конечно вывел команду showrun и чтобы не смотреть showrun отфильтровал бы все по секции ospf или по секции роутер ospf здесь packet tracer он не даст возможность посмотреть секции поэтому я выведу showrun и вручную домотаю до секции так или иначе связанной с ospf ospf для IP версии 4 действительно мне тоже показалось подозрительным как и Михаилу и как Роману что здесь не хватает сети и чтобы соблюсти некую унификацию настроек мы видим что сеть здесь задают ориентируясь на IP адрес на интерфейсе с использованием шаблонной маски все нули я на всякий случай проверю какой у маршрутизатора R1 адрес локальной сети с помощью show IP интерфейс бриф вижу что адрес 10 при единице и выполню настройку но прежде чем выполнить настройку на всякий случай помечу что на маршрутизаторе R1 я планирую внутри процесса SPF внедрить следующую команду 10 1 1 1 по шаблонной маске 4 0 области 0 ведь всегда есть шанс что я что-то сделаю не так и мне придется откатиться поэтому хорошо бы иметь план записанных действий и сначала я поленился на PC1 мы также изменили настройки у нас был адрес 10 0 1 101 по маске 24 мы его поменяли на 10 1 1 101 и был DNS был шлюз gate 10 0 1 1 мы его поменяли на 10 1 1 1 и был DNS 4 0 мы его поменяли на 10 1 3 21 вернее даже наоборот мы сначала поменяли DNS а потом сделали все остальное захожу в режим конфигурирования захожу в режим конфигурирования процесса OSPS 1 и объявляю сеть 10 1 1 1 по шаблонной маске 4 0 в области 0 проверяю настройки с помощью show ip protocols off сеть объявлена наверняка уже информация улетела пробую с PC1 выполнить проверку ух ты DNS сервер стал доступен это замечательно отсюда я могу сделать вывод что можно проверять работоспособность DNS www домен ком ответ есть хорошо пробую воспользоваться браузером но увы что-то оно так и не работает вроде как доменное имя разрешилось но связи нет тайм аут и пока мы будем думать что к чему я пока вот это все сверну давайте подытожим мы смогли достучаться в итоге до сервера разрешить имя мы по идее должны как-то выйти в глобальную сеть интернет вот туда но по пути что-то идет не так и обратного ответа у нас нет по ходу трабл-шутинга который мы уже занимались нам пришлось помнить часть команд вроде ping trace road tracer show ip protocol show ip road show ip interface brief show run и многое многое другое пока вы думаете что может быть еще я на всякий случай расскажу о курсе ENRC циска enterprise advanced routing and services на котором как раз довольно много внимания уделяется поиску исправлению неисправностей связанных с протоколами динамической маршрутизации на этом курсе который является курсом пришедшим на замену курсу road и курсу troubleshooting частично рассматривают все популярные протоколы динамической маршрутизации и EGRP и OSPF и BGP и в том числе есть большое количество модулей посвященных как раз поиску исправлению неисправности таких простых проблем как сейчас рассматривали мы а довольно объемных проблем EGRP OSPF поиска исправления неисправности при перераспределении маршрутов поиска исправления неисправности в BGP поиска исправления неисправности в DMVPN и так далее на мой взгляд довольно интересные приятные лабы в целом курс ENRC представляет собой 40 академических часов с преподавателем 24 часа самостоятельного обучения имеет большое количество лабораторных работ 29 лабораторных работ вам будет предоставлено официальное учебное пособие в электронном виде на английском языке доступ к официальным лабораторным работам с виртуализированным оборудованием для тех кто проходит успешно курс сертификат об окончании курса от Cisco Systems на английском языке курс готовят к экзамену одноименному ENRC который даст вам статус после сдачи Cisco Certified Specialist ENRC и если вы захотите получить в дальнейшем статус CCNP вам придется помимо этого экзамена сдать еще и экзамен под названием N-Core Enterprise Core для тех для тех кто уже имеет статусы CCNP но желает к примеру их продлить не сдавая экзамены наверняка вы слышали о программе Cisco под названием Cisco Continuing Sysco по по успешному окончанию курса вам будет выдано 40 CE баллов которые можно использовать для продления уже имеющейся сертификации вместо того чтобы сдавать по новой экзамены еще раз можно пройти обучение и продлить сертификацию автоматически за CE баллы нельзя сертификацию получить новую но можно продлить то что у вас уже есть я вижу у нас на вебинаре есть менеджер Яна Яна вы меня слышите здравствуйте меня слышно здравствуйте да вот здесь я вроде как должен вам слово наверное передать да буквально пару слов спасибо большое добрый день уважаемые слушатели мы благодарим прошу прощения могу сейчас говорить вам вам экран Ян нужен отдать вам экранчик там последний слайд где указано про промокод вперед вот хотели донести важную информацию вы можете сейчас сейчас посмотрим да вот еще раз добрый день уважаемые слушатели мы благодарим вас за прослушанный семинар буквально пару слов хочу сообщить что каждому слушателю сегодняшнего семинара мы даем возможность получить бесплатную консультацию консультация по профессиональному развитию вот чтобы ей воспользоваться необходимо позвонить или по телефону или написать по электронной почте и назвать промокод иду вперед для того чтобы воспользоваться прямо сейчас этим промокодом вы можете заполнить форму я оставлю эту информацию в чате чтобы вы смогли более подробно ознакомиться и оставить данную заявочку вот и еще раз хотели вас пригласить на обучение ближайший курс у нас стартует 24 мая курс длится 40 академических часов и обучение возможно пройти как очно так и подключиться онлайн вот и контакт оставлю если вдруг какие-то есть вопросы то пожалуйста обращайтесь будем рады вас видеть спасибо вам Яна спасибо было очень приятно а то все я один да один я думаю коллеги информацию получили вот я вижу в чате от вас сообщения по поводу их контактов и ссылочку если кто-то не очень понимает что делать с вот этими квадратиками вот честно я например очень долго пытался понять что с этим делать я камеру наводил и ничего не происходило оказывается надо было приложение какое-то скачать еще что-то вот и когда есть классическая ссылка гораздо-гораздо приятнее поэтому за ссылку спасибо вот хоть я смогу этим воспользоваться наконец если у вас все тогда я наверное отберу у вас право голоса спасибо большое если будут вопросы то пожалуйста контакты я оставила хорошо спасибо спасибо а мы вернемся 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 вот сюда и я могу просто да вот яну похвалили приятный голос да это немаловажно хочу сказать я надеюсь у меня он тоже приятный вот просто вы что-то не написали мне об этом ну ладно давайте вернемся к нашим баранчикам мы выяснили значит что DNS сервер нам доступен но связи нету вот она связь отсутствует что предлагаете делать дальше коллег оказалось что проблема очень уж сложна о R4 говорят R4 на R4 не могу это маршрутизатор провайдера меня туда не пустят попробовать связаться с www.domen.com мы опять возвращаемся к уровню методу divide and control хорошо давайте да я тоже вполне согласен попробовать связаться с www.domen.com и никак трейсер можно сделать с компьютера логично да раз уж мы все равно здесь почему бы и не выполнить попробуем выполнить трассировку что вижу мы доходим до 10 1 1 1 это наш с вами шлюз с 10 1 1 1 идет прыжок на 10 1 13 3 судя по документации 10 1 13 3 это R 3 конкретно вот этот вот его интерфейс то есть мы прыгнули сюда мы прыгнули сюда и здесь произошел затык куда пойдем на R1 пойдем или на R3 пойдем настроен ли маршрут по умолчанию где на R3 смотрите Михаил филиалы 2 и 3 уже были введены в строй уже давно и они работают не работают только филиал 1 который появился только что я думаю исходя из этой информации мы понимаем что наверное маршрут по умолчанию на R3 коррект тем более его не перенастраивали перенастройки подавалась только вот эта часть с моей точки значит R1 ну давайте попробуем на R1 посмотрим таблицу маршрутов как вы мне тут все подсказывали чуть выше кто-то очень упорно писал show ip road show ip road давайте show ip road чуть побольше окошко разверну вот он show ip road пожалуйста что скажете по выводу кого-то очень интересовал есть ли маршрут по умолчанию можно правда мне как проблематично и то и то держать на экране я могу дать комментарий что у нас сейчас идет затык на 10 1 13 3 это один из интерфейсов маршрутизатора R3 а R3 в свою очередь выводит нас в сеть интернет давайте с простого есть на R1 маршрут по умолчанию или нет есть он или нет по представленной информации есть через кого он есть через собственно R3 указан ли верный интерфейс давайте подумаем здесь вообще маршрут каким образом появился он пришел из протокола динамической маршрутизации OSPF поэтому я предполагаю что протокол OSPF проставил next hop и выходной интерфейс самостоятельно и проставил это корректно мы не вручную же эту запись добавляли вот есть интересная мысль от Сергея что на R3 давайте я верну на R3 вот здесь вот где и происходит затык не настроен над каким образом Сергей вы пришли к этому умозаключению ведь мы даже до R3 не добрались мы даже на него не заходили ничего не проверяли как вам пришло это в голову всегда можно сказать что он стрельнул от бедра но возможно у Сергея есть более хитрое объяснение чтобы мы посчитали его очень умным человеком мне просто интересно реально как порой приходят мысли в голову человек складывает что-то в голове и на основе этого делает выводы порой очень интересно узнать как мыслит другой человек как вот он так вот стрельнул подсети не было изначально в ОСПФ ну вариант да но это как бы недонастроенный R1 давайте проверим Сергей вашу теорию ну действительно если мы видим что затык на R3 мы предположили что на R1 нет маршрута мы увидели что маршрут по умолчанию на R1 есть перескочили от R1 к R3 значит пришла пора проверить R3 я думаю вполне себе логичная мысль да вот Виктор задает хороший наводящий вопрос а после R1 настраивали R3 и вот что-то мы такого действительно не припомним мы говорили о том что вводили в строй первый филиал и настраивали вот эти устройства а настройки других устройств речи не было вот и по идее вот это должно действительно было стать ну неким таким щелчком в голове что как же будет выполняться NAT если например на R3 никто ничего не менял а давайте посмотрим эту информацию на R3 на всякий случай что смотреть как смотреть кто мне что подсказывает вот мы хотим проверить теорию о том что здесь не настроен NAT что нам делать Сергей или другие коллеги Михаил у нас все здесь делается через шоу у нас по другому ничего не делается Виктор не бросайте из крайности в крайность мы вроде бы хотели проверить NAT давайте уж NAT и проверим зачем нам проверять OSPF простой вариант мы всегда можем с вами вывести кусок running конфига и отфильтровать это по например IP NAT inside из всех правил NAT я вижу два правила одно правило нижнее оно для статического NAT явно это какой-то сервер и в обведенном мной правиле я вижу выполняющийся пат с выходного интерфейса и мы NAT те пакеты которые подходят под аксесс-листа CL NAT логично будет проверить этот ACL и посмотреть что там есть с помощью show к примеру show IP access list и вот он один единственный access list который используется для NAT в первом филиале у нас была сеть 10.1.1.0 по маске 24 судя по всему действительно про это все забыли R3 никто не настраивал пат не выполняется пакет уходит наружу без изменений и соответственно вернуться ответ к нам не может попробуем подправить эту вещь с помощью IP access list ACL NAT так это у нас стандартный access list наоборот стандартный access list ACL NAT и добавим строчку в начало пусть она будет пятая разрешить все из сети 10.1.1.0 по шаблонной маске 3.0.255 и хорошо бы если бы я это внес вот сюда значит IP access list стандарт ACL NAT строчка пятая permit 10.1.1.0 по шаблонной маске 3.0.255 на всякий случай проверяю еще раз access list все вполне хорошо иду на PC 1 и пробую выполнить проверку вуаля трассировка успешная и теперь проверяем заходим ли мы через браузер www.domen.com ай-яй-яй сервер reset connection ну е-мое да что ж такое мы значит наконец-то до сервера добрались он нам ответил в трассировке он нам отвечает пингом но теперь не хочет чтобы мы на него зашли ваше предположение провайдер михаил ну тоже конечно можно подумать на провайдера но какова вероятность того что в один момент времени да и филиал вводили в строе что-то там накосячили и провайдер что-то сделал не так тем более люди из других филиалов не жалуются я думаю грех тогда жаловаться на провайдер на провайдер есть догадка о порте для порту а конкретнее поясните свою мысль товарищ Моро мы не слышали и вернее не увидели у пользователя что он должен был вводить какой-то порт поясни за порт давайте внимательно посмотрим на строку мы каким образом пытаемся зайти по протоколу http да если мы до конца не уверены там в портах и так далее но мы конечно можем предположить что уже многие вещи используют в своей работе SSL и TLS вполне возможно что здесь правильно было бы написать именно https давайте попробуем так почему бы и нет конечно слова попробовать можно было бы заменить на обращение к документации или уточнение у пользователя и вуаля мы наконец-то зашли на этот very important worksite на котором пользователь наконец-то сможет что-то делать давайте попробуем подытожить что же у нас произошло мы с вами начали проверку уровня приложений мы попробовали повторить проблему в браузере увидели что действительно браузер не переходит на сайт при этом мы увидели явно ошибку говорящую о неработоспособности DNS мы пошли проверять DNS с помощью NS Lookup обнаружили что идет обращение не к конкретному серверу а широковещанием мы сделали предположение что это происходит из-за того что у нас некорректно настроен DNS мы проверили настройки DNS адрес DNS сервера отсутствовал мы его вбили DNS сервер стал доступен или нет нет не стал предположив что смогли напутать раз смогли напутать настройки DNS могли напутать и другие настройки мы выполнили проверку настроек команды IP конфиг совместили это с документацией увидели что есть опечаточка в актете мы поменяли настройки смогли наконец-то достучаться до DNS сервера но к сайту получить доступ так и не смогли во время трассировки мы выяснили что мы успешно добираемся до шлюза но не дальше сверившись с документацией мы обнаружили что здесь используется OSPF мы изучили настройки OSPF с помощью show IP протокол show run и увидели что отсутствует определение сети локальной мы добавили локальную сеть однако связь не восстановилась мы выполнили трассировку еще раз смогли добраться до пограничного маршрутизатора до R3 и пометуя слова о том что на R3 никто никаких работ не производил кто там стрельнул так скажем с бедра примерно или воспользовался методом educated guess это был у нас это был у нас Сергей мы полезли проверять настройки над и увидели что действительно все об этой сети забыли изменили настройки над и вуаля связь появилась на всякий случай все что мы делали мы зафиксировали где-то конечно хорошо бы это все расписать мы решили проблему мы увидели что сайт открывается а что было корнем проблемы выдвинем гипотезу мы выдвинем гипотезу о том что тот кто вводил трой первый филиал надо сказать был довольно криворуким человеком или он был пряморуким но тот кто составлял план пуска наладки не дописал важные вещи для нас конкретно сейчас не критично кто из них виноват мы можем делегировать это куда-то или отложить на потом но явно это человеческий фактор либо кто-то не донастроил по плану либо кто-то не дописал план в нашем примере мы совместили несколько методов как видите это десертторческий процесс мы не смогли все решить на одном месте просто пройдясь по модели ОСА мы здесь и проверяли уровень приложения и уровень сетевой мы с вами и пошли путем follow the path по пути движения трафика вот и в конце концов выяснили по пути движения трафика что проблемы были в конце концов и на R3 в том числе если честно когда я составлял эту топологию а я составлял ее месяц назад я не думал что у нас настолько растянется но тем не менее тем не менее мы все с вами решили и это здорово каждый выполнил свою небольшую часть работы такой вот коллективный разум решил сегодня проблему мы рассматривали проблемы относительно легкие но если повторюсь вам нужны более решения более сложных проблем особенно связанных с протоколами динамической маршрутизации я крайне рекомендую обратить внимание в сторону курса Янарси на мой взгляд один из интереснейших курсов и на мой взгляд лабораторные работы включающие поиск исправления неисправностей наиболее интересны на курсе Янарси мы рассматриваем и GRP и OSPF причем очень подробно и перераспределение маршрутов redistribution и внедрение контроля пути это пас контрол BGP мультипротокольный BGP технологию VRF Lite технологии DMVPN DHCP и есть некоторые темы отведенные под так скажем самостоятельное ознакомление это внедрение в МПЛС в архитектуру в МПЛС маршрутизацию МПЛС варианты защиты шлюза в IPv6 и поиск исправления неисправленности с помощью Cisco DNA Center ASU Ближайший курс стартует в мае 24 числа в режиме понедельника по пятницу с 10 до 17 10 буду рад вас там всех видеть если остались какие-то вопросы по тому что я сегодня говорил показывал пожалуйста у вас есть возможность это сейчас сделать я пролистаю на всякий случай чат может быть я что-то там пропустил там где-то в самом начале был вопрос про будут ли демонстрации я думаю ответ очевиден Евгений спрашивает что на мой взгляд лучше для целей обучения Cisco Packet Tracer или GNS3 Евгений я думаю тут во многом зависит от вашего уровня если вы только начинаете то Cisco Packet Tracer на мой взгляд будет более приятным вариантом и в нем есть все что необходимо для того чтобы начать именно работать с сетями именно начать там есть и коммутатор и маршрутизатор и пусть Packet Tracer это симулятор то что ведет себя похожим образом тем не менее в нем вот меня сбил комментарий тем не менее в нем есть все что нужно если Евгений вы считаете что вы не новичок и вам нужны нужен больше практику по маршрутизации посмотрите в сторону например GNS3 если вам нужна практика прям комплексно не только маршрутизация а и коммутаторы и межсетевые экраны то я рекомендую вообще посмотреть в сторону Cisco Modeling Labs раньше это называлось Cisco Virl а теперь это называют Cisco Modeling Labs и там есть возможность добавлять различное оборудование не только маршрутизаторы но и коммутаторы виртуальные и межсетевые экраны с довольно удобным интерфейсом да это к сожалению стоит денег ну как любое хорошее решение всегда стоит денег персональное издание которое поддерживает по-моему до 25 устройств стоит что-то в районе 200 долларов за год на мой взгляд это довольно интересный продукт с поддержкой с большим количеством функционала явно большим чем у GNS гораздо большим так что да вот кстати правильно здесь намекает вам коллега с именем Моро есть ли у вас CCNA то есть подытожим если вы совсем новичок и только начинаете Cisco Packet Tracer вполне хватит если вы уже не новичок а так скажем середнячок и хотите идти выше Packet Tracer мало GNS но уж если GNS мало есть другие варианты я например рекомендую обратить внимание на Cisco Modeling Labs хотя есть и альтернативные вроде и FNG эмуляторы я правда честно скажу не пользовался я могу судить только по мнению коллег которые говорят что вполне себе хорошо но у меня нет опыта поэтому не буду говорить ни за ни против я просто упомяну а дальше посмотрите сами но я так понимаю это тоже решение уровня GNS или лучше так 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 спасибо Михаил вам спасибо Роману вам да за приятный отзыв вопрос от Эдуарда Эдуард конечно запись будет на канале специалиста в ютюбе специалистов или на нашем сайте правда не мгновенно а спустя какое-то время так да спасибо Александр какой ваш боевой комплект ПО для траблшутинга ой Александр это очень трудный вопрос понятное дело то я имею базовые вещи и пинги и телнеты и SSH Wireshark но это уж для решения довольно сложно в проблем Wireshark TCP dump вообще так сложно представить большое количество ПО используется все зависит от задачи порой все что под рукой найдется то и используем какое решение по совету для мониторинга сети Андрей тут зависит часто и от бюджета я часто использовал Zabix однако Zabix это то решение которое требует подстройки есть огромное количество вариантов для решений этой задачи из Zabix на Geos попробуйте начать с Zabix а дальше увидим хватит вам этого или не хватит с Zabix я так понимаю более-менее вопросы иссякли и я вас значительно задержал вы уж извините если вам понравился семинар вы хотите какого-то продолжения дайте знать контакты есть на моем сайте monachps.ru всегда можно написать отзыв о семинаре на info собака специалист ru как говорила Яна можно получить бесплатную консультацию по профессиональному развитию разгадав этот QR-код или воспользовавшись ссылочкой которую она в чат чуть раньше высловала и в целом буду рад если вы придете к нам в центр специалист приходите на курсы по сетям на курс Янарси в том числе думаю получите массу полезных и положительных полезных знаний и положительных эмоций спасибо всем еще раз не болейте и возможно увидимся всего доброго